С начала старта прививочной кампании в России с января этого года более 300 тысяч жителей Верхневолжья сделали прививку от коронавирусной инфекции. Но противников вакцинации по-прежнему остается немало. К сожалению, те, кто по разным причинам не привился, свою ошибку начинают осознавать, когда становится уже поздно. В этом пациенты инфекционного госпиталя признались в интервью журналистам нашего телеканала. А врачи рассказали и показали, как тяжело проходит лечение пациентов с большим поражением легких. Эксклюзивные кадры из «Красной зоны» в следующем сюжете. В прошлом году ОКБ одна из первых развернула инфекционный госпиталь. Тогда, признаются врачи, которые работают в «Красной зоне» с самого начала, было сложнее. Была неизвестность, было страшно. В третью волну все иначе, рассказывает заведующий пульмонологическим отделением Галина Труфанова. Работа всех служб отлажена до автоматизма. Работаем мы давно, мультидисциплинарная бригада, но мы тут и оперируем, и рожаем, и дифференциальной диагностикой занимаемся, сложных заболеваний, неинфекционных вообще, потому что у нас тут и гематологи, и ревматологи, нам очень много чего доступное. На сегодняшний день там развернуто около 200 инфекционных коек и около 40 реанимационных, где проходят лечение пациента с тяжелым течением коронавирусной инфекции. К слову, в третью волну изменился и портрет тяжелого больного. Врачи отмечают, что возраст пациента стал гораздо моложе. Если раньше в реанимации в основном лечились пациенты 50+, 60+, имеющие хронические заболевания, сахарный диабет, какие-то проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то сейчас это молодые и здоровые люди. Новый дискиштамм коронавируса Дельта, который наиболее распространен в России, не щадит и молодых. Отсюда и такой рост количества заболевших. Эффективный способ защиты – вакцинация. Здесь, в ковидном госпитале, мы все по второму разу уже вакцинировались. Поэтому, когда меня начинают спрашивать о каких-то опасениях, что бы сделали вы, вот я сделала так. Я болела, болела тяжело. Штамм мутирует, тоже есть случаи заболевших, но опять же они болеют легко. А потому врачи первым делом интересуют у заболевших, вакцинированы ли они. Ответ отрицательный. Руководитель службы реанимации Максим Петрушин, который курирует самых тяжелых пациентов, на обходах каждому задает один вопрос. Может, все по-разному закончится. Вы бы вакцинировались, если бы вам дали шанс еще раз? Да. Каждое утро врачей начинается именно с обхода. В обычных палатах от двух до пяти пациентов. Одни с кислородной маской, другие обходятся без нее. Лежать необходимо на животе. В этой позиции правильно вентилируются легкие. Меньше дыхательная недостаточность. В такой позиции и выздоравливают они быстрее. Поэтому, скажем так, элемент обязательной лечебной процедуры. Галина Колеснева из Твери тоже жалеть, что не успела привиться. Женщине чуть за 40. В больницу она попала с поражением легких 68%. И в итоге оказалась в реанимации. Где-то в районе недели я там провела. Я уж точно не могу сказать, потерялась я в днях. Но после реанимации я сюда вернулась, уже абсолютно другим человеком. Огромное спасибо врачам. Без них это просто. Они меня вытащили. Сейчас жительница Твери идет на поправку. Спрогнозировать течение болезни и как организм отзовется на терапию, медики не могут. У каких-то пациентов все быстро регрессирует и восстанавливается. У кого-то, как у данного пациента, оно начинает прогрессировать. И дыхательная недостаточность нарастает. Как это сказать, у кого, как это будет протекать, мы, к сожалению, не можем. Иногда искусственная вентиляция легких неэффективна. Приходится подключать тяжелую артиллерию. Благодаря этому аппарату пациент живет. Техника насыщает кровь кислородом. Аппарат ЭКМО – ценное оборудование, которое есть не в каждой российской больнице. Вот так выглядит аппарат ЭКМО. Здесь поступает венозная кровь. Здесь специальный мотор находится. Он причем магнитный и центрифужный насос, который крутит со скоростью практически 6000 оборотов в минуту. Кровь попадает в специальное устройство. И в дальнейшем уже кровь на отечественном кислородом попадает в организм человека. Здесь можно посмотреть, как выглядит вот эта темная кровь без кислорода. А вот здесь идет как раз алая, насыщенная кислородом кровь. И сколько будет длиться такое лечение, через сколько задышит пациент сам, неизвестно. Высокотехнологичное оборудование ОКБ и квалифицированный медперсонал позволяют вытаскивать в буквальном смысле с того света самых тяжелых пациентов. Только это половина работы. Далее лечение вне стен реанимации. И, наконец, долгое восстановление. Как рассказывают врачи, выбор есть всегда. А пути сложившейся обстановки, два, реанимация или вакцинация. Учитывая активный процесс распространения и мутации штаммов, его заразность тем, кто прививался более полугода назад, необходимо ревакцинироваться. Сделать это можно в любом пункте вакцинации, в торговом центре без записи. Подробная информация на сайте Министерства здравоохранения.